всем привет это третий выпуск пнх шоу расшифровывайте как хотите и у нас сегодня я ежов это человек который родился в городе краснодаре и потом переехал в монреаль в канаду поэтому он у нас русский канадец франко канадец франко но ты же в россии русский илья когда-то подавал надежды даже сам патрик роа говорил что это будет его преемник но это было когда-то поэтому история об этом умолчивает и второй представитель это представитель города отчинска это же город паша да вот первые шаги он начинал там и вот теперь он у нас в уфе с классной прической и не побритой бородой поэтому встречать павел кольдов теплой дружной компании рассказываем истории хоккейные рассказываем истории жизни то что было смешного на расслабоне не воспринимайте нас всерьез это просто пнх шоу поехали меня опять подогрели меня опять столовки подогрели компот так что набрать сухофруктов и сухофруктов и на меде там без ничего да нет не алкоголь ты знаешь пить не будешь так ночью итоги первого выпуска все понравилось но единственное одно но мою историю вырезать про то как я участвовал на турнире праздник севера в деревне щебаркуль щебаркуль да щебаркуль это по челябинском нет под омском это не чебаркуль это щебаркуль там нас попросили поиграть за деревню одну и мы там такие были как подставные игроки надо было выиграть тимоши твоим ростом мне кажется мне тогда 16 лет было там там сказали вы погиб на разминки там не палитесь там хорошо не катайтесь а потом игра начнется и будете играть нормально разминки катались падали но мы вообще шайбу не трогали вообще просто я не выходил растяжка там сидела началась игра но мы конечно давай там забивать тогда вот ну не знаю я уж вот тут сколько воткнул не помню играли хорошо и больше чем в этом сезоне и команда соперников началась злиться там начали а там нормальная игра то есть там нифига не прощали мачу кетова там прям рубились нормально там мужики фигачили все вот они давай нас прессовать там тоже это жестко так играть вот расчеты бросок там вратарь зажался фисток началась заварушка короче на меня там один раз попер короче за за меня заступается дяденька с таким вот животом короче тоже его не дотягивался в принципе ну реально он сейчас вот если он выше меня стопудово такое знаешь одно деревенский мужик про мужик он подлетает короче чук 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 и просто я смотрю вот так вот и он берет с прогибом человеком в лед все тишина все драка закончила все потом все играли культурно вот эту историю как могли выразить сейчас решать вывяжу самом деле очень много положительных комментариев поэтому я тоже почитал посмотрел я никогда не читаю комментарии но в этот раз мне мама прислала смотри чего про вас пишет давайте вернемся к великолепным историям отелью что такой серьезный просто когда я загрузился так получилось что ты попал в хоккей я на самом деле я занимался танцами и плаванием в россии а танцами какими вот эти латиноамериканские и больными я тоже занимался танцами а у меня краснодарский там что за прикинь у нас такая у меня моя бабушка отвела в танцы вы помните что если ты занимался танцами особенно вот эти мальчишки в обтягивающих штанишках вот как у меня примерно сейчас как вообще к нему особенно ватчинский да если что я напомню все давайте я из-за этого и в хоккей пошел потому что танцы в канаде не особо уважали я смотрю все хоккей любят и думаю почему и не попробовать стал игроком в лет десять в одессе я сначала снайпером нападающим у у нас вратарь был араб и ему надоело воротах стоять и он говорит давай ворот история такая у меня не было щитков поэтому я всегда входил в магазин такой использованных экипировка вещи там дешевые все старые сдают я увидел щиточки там за 10 долларов каждый продавались коричневые и попросил бабушку она мне дала 10 говорит у меня только 10 есть и я попер я попер отклеил десятку с 1 на кассу прихожу мне вот лет 10 11 было и она говорит извини это 20 долларов я смотрю у меня только 10 я беру левый тогда охерела на меня смотрят подожди менеджера вызвало и он на меня посмотрел улыбнулся кори ладно бери за 10 и вот мои первые щитки класс есть воспринимательская жилка там сработала если бы ты был канадец бы полностью да вот как сейчас то я бы в нападении я помню нашу первую поездку в америку или в канаду и мы знаешь что делали мы из магазина форму вытаскивали просто выносили и но не прям ты там с чемоданами выходишь а я помню у нас ребята вот так вот знаешь клюшку вот сюда вставляю вот сюда вот на веру надо примерно до чтобы тебе сверху вот сюда в руку и вот так вот из магазина у меня в питере так я приехал с одной клюшкой и вска сразу попал там был роберт эш и ячанов я у меня share вот одна клюшка и я выхожу на первую тренировку с кружкой на вторую прихожу меня клюшки нету думаю что такое смотрю эш ее мотает отрезал я подхожу говорю роберт у меня клюшки нету у меня одна клюшка у меня горит чудо выдал свою старую горит мне share вот нужно и все у меня я больше рунам не играл но он где одну долл что он не что-то дал до какую-то свою хоть бы штук пять отдал сказал он же понимал тоже где твоя предпринимательская щука так павел да как родилась вот это вот звездочка из начинской я начинал со всего ну то есть футбол плавание хоккей был последний последний шанс последний шанс меня куда-то отдать ну ты как там вообще ты был в лидерах кем ты начинал защитником нападающим врата кем вообще хотел быть вратарем типа у меня был шанс и я хотел причем моменте но судя по заблокированным ты где-то близко к вратарю да по ходу какая-то детская жилка осталась но это мама не одобряла не одобряла вратаря и шутка такая ничего личного и шутка такая лучше дочь проститутка чем сын вратарь да я стоял воротах играл потом как-то лишь вратарь из тисов он играл и не стоит мама фитнеса показывал что-то давай давай вот это оттуда и второй номер пошел еще был момент лет мера и вот эти фетисовские пасы через центра тоже до который прихват не до конца доучился ну ты планируешь настолько же закончили скуптитесь когда мне 52 будет если же начальный матч делает я сыграю в принципе и где-то лет 14 я заканчивал на год с хоккеем у меня в семье первоначально это была учеба а не хоккей мы приехали ватчинс на год и я вот учился да я просто учился до девятого класса и гайти все сдавали отлично главное вот аттестат есть курочка оценки стоят я приехал ватчинс обратно домой и у меня мама сказала иди в костюме ну а там как бы школа отчинс там сколько 30 тысяч населения не помню и там все футболки шорты залетают на уроке и я в костюме и танцор еще и танцор бывший первую неделю я походил в этом костюме а потом прям там и выкинула когда каждый день приличный каждый день каждый день а ты так ты но я был тогда еще до типа как сучок потом что-то произошло я поправился подобрал немножечко уфу переехал перестал бегать не чайки школе кого-нибудь врубал но не без этого я учился спецклассе в школе ты ходишь там кабинет математики копия литературы там русского языка по-другому все в одном слушай дальше короче мы всю школу терроризировали всех нашим классом но короче устали директор устал учителя устали то что мы там ходим балуемся на уроки там прогуливаем вот и решили такое сделать то что всех закрыть в один класс то есть нам выделить чисто класс чтобы мы ходили научили а учителя к нам ходили вот но и все блин ну и в этом классе была переодевалка мячи хоккейные клюшки ну короче вообще все тоже это все закончилось таким моментом когда вот учительница короче заполняет журнал вот а у нее учиться биологии у него была это селье биологии химия на голове на химия была на голове да вот такой гнездо мальчик короче вот такой сидит на последней партии такой герес смотри баскетбольный мяч по партии просто все больше у нас биологии не мог ежика у вас как школа была другая система совершенно я вот набрал интеллигентная не выгоняли за корнями по английскому языку меня я встал и говорят кем ты хочешь быть по-английски надо было сказать а там первый язык французский потом английский я встал говорю я хочу быть профессиональным хоккеистом и она просто в захлеб начинает смеяться играет если ты будешь играть хоккей как ты учишься ты никогда не попадешь я чуть не принял не туда и что там там бам-бам разбилась и меня выгнали школы на 1 но это бунт был маленький такой манифест года прошли в магазине увидели и просто я боялся что подойду скажу вы меня помните она скажет нет мне кажется школу такое крутое время я в школе дрался постоянно как вот школа 90 2 3 4 вот мне как-то один пацан из команды подал офигенный пример но это не этому этот пример работал со мной бей первым да прикинь а не макаров и нет нет это было еще в тольятти мы что-то есть дальше вот это сначала толкаться начинаешь потом слово за слово у нас так началось я его разок оттолкнул он мне как дал в глаз я такой думаю да ну нахрен классный пример воспользуюсь каим и потом школе когда какие-то конфликты начинались если ты видишь что драка неизбежно бить нужно первым до но ты ты не хотел очередь ни разу словами не пытался даже нет в школе нет у меня столько потом конфликтов ко мне домой приходили разбираться ситуация была со мной девочки дрались на перемене одна подходит с подружкой уже и они начинают меня бить я начинаю убегать девочки меня тоже пытались отлупить такие девочки в тольятти все разлив прошел поехали тимошно уже интереснее стало с этим компотиком конечно да он вообще не бодрящий не бодрящий или бодрящий а когда бодрящий принесешь он должен прокиснуть чё там видео какое там новое видео главный герой у нас тут илюха вот врата рижского динамо кидает блин это ловушка была нет на блин 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 даже у правой руки был врата я не тоннели кстати блин я помогом эту историю что она у правой руки тому что двигало тобой и забрал выигрыш мы проиграли и хотел украсть блин я пошутить хотя мы проиграли игру 10 а ты знал кто вратарь первый раз вижу его и говорили там его тоже вроде первая или вторая игра не дагович потом рассказал историю с его перспективы он играл вышки его чет подняли в латвии он играл подняли его это первая игра он 1-0 выиграл первую игру и радоваться начал тому крагу это снял а мы там идем на третьем месте или четвертом они на последний гамки да мы там хорошо шли и все плей-офф уже скоро и в итоге я думаю руку жму ему игорю зачем ты так празднуешь и он не вот так рукой типа да иди ты я такой я вот еду и вдруг смотрю по блин оказывается у меня всю игру там болельщик русский какой-то пацан стоял на выходе и мне всегда ёжик дай клюшку ёжик нам клюшки не дают я типа не не могу и вдруг я выезжаю думаю шутку думаю он мне кричит дай клюшку игры хочешь блин ничего и охранник стоит я-то думал он все видит понимает я даю блин тот угорает охранник а малой берет блин и просто по я захожу в раздевалку ни о чем не думаю все у вратаря один комплект ловушкой один блин но с вышки приехал конечно не 2 не 3 не может ему вдруг покупают блин ловушку ему на следующий что игре просто от красной линии пробивают ловушку гочи когда его забил он просто насквозь про я то всегда думал что это ловушка было а это оказался блин поэтому на двоему ловушку старую я помню это видео недавно пересмотрел ну ладно но что-то попало где-то врился мне на самом деле этот сезон у меня хорошего сезон матч звезд но big deal попал и мне новый контракт нижнекамск большой предложил и говорит с одним условием я думаю окей что и больше не блин их до игроков мне говорят мы тебе там даем вот эту сумму и осмотрю тебя за сумму большая мне больше такого не было и в итоге он грязи как нижнекамск и говорят только вот одно условие тебе надо заплатить за блин вратарю я расписываюсь конечно пятьдесят тысяч спокойненько спасибо и продлил карьеру в нижнекамске в батаре этого чувство у него успешная карьера пошла он кстати сейчас хабари играет я извинился потом но про не показывайте это вообще ничего не вижу ну блин ну мою вот смотри поехали отчет было-то я был ну-ка с этого сам похода до туда да 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 я могу хороший хороший зачитал мне кажется макс мамин побежал кричать судье что это я забил по-любому да так она с борта бросал то борта кто-то бросал какой-то неизвестный неизвестный акулов неизвестный а это шалунов тот самый шалунов с этого он уехал верить сам забить не может ему помогаешь поехал ваш но в твою защиту могу сказать что шайба находилась в таком положении ты что пудов хотел и просто за ворота ткнуть и самую которая у меня вот по ходу плывов до был первые с авангарда когда они 20 убегали я догонял помнишь этот момент ты когда падал что-либо четко плюшку игра в угол а ты ворота сам не влетел я уже перепрыгнул через юху через секты шайба через ворота лёг ну ладно что поделать таких моментов много бывает на двое задница залетела вижу сочи играли помнишь я что-то возвращался там назад спас назад ну как это перепас или перевод 3 его подключили тут бросает я там ложусь она задницу и ворота вот так вот парашютом осталось какие-то приятные впечатления соглас но подожди подожди кстати вот этот гол который но не будем обсуждать но у меня сын в ресторане в канаде сидел и там был это блупер месяца он с друзьями у них между тренировками и он сидит на смотрит ты иначе на кредит мой папа произошло про медведя рассказывать про медведя нет что что там рассказывать зайцы обгонял на скорости стасов поехал я короче в челябинск что-то мне надо было из магнитогорска еду один на машине всю дорога пустая там ровно хорошая трасса не нарушал не нарушал 110 да я ж не нарушаю 109 109 тут нет заяц обгоняй порядочно уступил хоть поворотник то показал или нормально напрямик шел еще подрезал это подожди мы же в автобусе сейчас ехали когда я на я на уральскую классику на ягты культ башка рассказывал я вот таких же видел там сидит вот такой вот за руку здорово погодишь ты монеты короче летом уже все мы там собрались берег улег горит поехали на квадроциклах поехали там ребята были местные но это не хоккеисты вообще там уже кто-то ребята уехали мы короче их догоняем на этих квадроциклах и все такое вот приезжаем на эту полянку ну там все красиво стоит и в процессе посиделки как бы выясняется то что мы на охоте на медведя полянка да и короче оказывается вот там вот я далеко недалеко там сидят люди заряжены ждут медведя прошлые выходные здесь видели медведя он малину ел вот а мы сейчас приехали за ним он больше не ел бы чтобы он больше малины не вот ну я короче вот так как сел в начале посиделки я больше вообще никуда не вставал отвечаю даже в туалет не стал охраняем стол охраняем сижу я вообще ни разу не охотник на самом деле я мне короче животных рыбарок жалко да ну рыбак и порыбачить могу то есть рыбки не жалко но как-то да так вот их много ну говоришь я не знаю как объяснить но так получается рыб не жалко не просто а вот животных вообще не могу вот просто мне никогда я бы если бы я знал что там охота я бы не поехал сейчас паш ты тоже не охотник или ты охотник хищник на другую дичь охотишь все мы даже знаем на какую сейчас девушки начнут выпуск смотреть и услышишь что ты старый охотнику я на охоте кстати вот павел у нас одинокий охотник который не ходит на охоту кто хочет разделить с ним его домик в сочи его автомобиль пожалуйста напишите в комментарии последним постом и пусть вам кто-нибудь скажет давай пожениться у меня микрофон работает какой пашка микрофон работает жестко паша любит караоке но не в караоке когда поют в мой микрофон ешь а знаешь что сейчас это а как-то познакомился своей женой на школьном автобусе на школе на фигуре такие оранжевые автобусы канады скоба было 17 лет есть 16 мы на автобусе в школу ехали я на все детство одних ну все у нее маленький город одни и те же автобусе и вдруг я и она меня смотрит и крит и откуда вообще я из россии меня зовут илья и вот мы познакомились мы вместе уже 19 класс должен быть аплодисментом григорий с 1 января повышаются цены на весь спектр услуг самый домашний новый год был мне кажется вам в казани струс когда я предложение делал сашка чем предложение сделано все же девушки ждут когда ты делаешь предложение колечко я саша бахнул колечко из-под шампанского шампанского когда откручиваешь вот это вот скрутил и колечко говорят выйдешь за меня на муж и смотрю в глаза жду вот этого вот малейшего вот изменения типа тучу малейшего движения вот это дергание глаз но она этот сразу просекла да да не знаю там ей на самом деле пофигу было она хотела чтобы мы с ней наконец-то стали ячейки драматично но потом я подарил нормальное кольцо конечно через 5 недолго это мило это ожидание но вообще прикольно в новосибирске уже было на же там стадионе гостиница для игроков на втором этаже время 11 нам там повара накрыли на стол и мы вот этой компании хоккеистов потом живет он с разных городов и там и молодежка была и первая команда и это получается в 11 мы спустились в 12 мы отпраздновали там поздравление президента послушали в нас 30 мы такие мы поехали съездим до куда-нибудь посмотрим где вообще типа народ что как и у нас игра была второго это раз уже кхл был и мы заходим в этот клуб и что-то там час проходит я вижу пацана выводить начинают нашего он уже поиграл давно там как х или сын тренера в америке играть и карты разыграл никто не знает кто не поймет и в моменте вопроса получается нас пять человек мы стоим и толпа стоит напротив этого напротив нас человек наверно 18 было просто и они начинают разговаривать я понимать что неладное уже максимально пытаемся добазариться в этой ситуации переговоры да и что-то короче мы там понимаем что вроде все нормально у нас компания чуть-чуть отходит наша и один он разговаривает один на один с этим типом мы уже так там что то все нормально будет нормально в моменте просто мы стоим так в кругу и меня тип отталкивает я вот так падаю короче на пол поднимаю голый тому бит и прилетает по голове этого типы начинается просто замес сумасшедший там там все порвали всю одежду и минут 30 это все длилось там уже охрана выбежала охранники там нас всех знают и мы приезжаем гостиницу и у нас первого числа тренировка что часов 3 я захожу получает последним этом глаза полглаза нету там руки избитые я за одежды нет на тебя потому что уже другую я захожу в раздевалку и все кто со мной был они вот так вот в углу сидят и в капюшонах позже отреки заходит такой что-то начинает говорить про как тренировка там будет ну план на тренировку такой смотрит в угол в этом гаечу гаи цели типа капюшоны снимите не такие типа нет а я сижу у меня фингалища и сам этот друг сидит вы гречу вместе подрались мы таки дамы пока до верха поднимались упали типа а там ока убитый прилетел от понимаешь что там еще просто вот так вот снимать у него такая блямба он только выгод все вот пятером не играетесь это был ты по сам это главное не играет самый мощный год ну подожди говор потом там штраф денежный был все это было да самое главное что все целое не по большинству разъехать там лицевая кость была сломана у одного второго руки сломаны были но замес был хорош это наверное мне кажется мой единственный такой момент и он попал в новый год когда прямо такая сильная загуба я всегда на позитиве действую на новый год именно у меня таких не ну да у меня кстати вот но вот так тоже такого не было третье шоу мы закончили в комментариях пишите ваши интересные веселые история самую лучшую мы выберем и фонбет подарит вам призы и подарки новогодние возможно вы получите подарки от нас ждите четвертую серию ставьте лайки ставьте лайки ставьте лайсы подписывайтесь на канал салават юлаев и всех с наступающим новым годом